Деньги за порох. Житель Анадыря сдал в правоохранительные органы около 200 банок с охотничьим порохом и получил за это почти 50 тысяч рублей. Владимир Сироткин расскажет подробности. Почти полцентнера охотничьего пороха сдал житель Анадыря в правоохранительные органы. Это была случайная находка в доставшемся ему по наследству контейнере складе. Порох хранился в банках, в каких обычно продается магазинах. 58-летний мужчина решил избавиться от взрывоопасной находки и получить за нее законные вознаграждения. Росгвардейцы разъяснили гражданину алгоритм необходимых действий. Порох мужчину случайно обнаружил, понял о том, что необходимо от него избавиться, обратился к нам в центр. Мы сообщили в правоохранительные органы, они это все зафиксировали, провели проверку отношения него. Такое количество пороха эквивалентно примерно 30 килограммам тротила. Если бы произошел взрыв, то на его месте образовалась бы 6-метровая воронка глубиной свыше 2 метров. К счастью, северянин понял опасность и обратился в Росгвардию. Затем полицейские изъяли опасную находку. Вопрос о вознаграждении был рассмотрен аппаратом губернатора и окружного правительства. На основании заявления лица, добровольно сдавшего пороха, а также подтверждающих документов из полиции об отказе возбуждения уголовного дела, уполномоченным органам было вынесено решение о выплате денег. У нас на территории Чукотки действует программа, которая позволяет гражданам получать денежные выплаты в случае сдачи предметов вооружения. И вот буквально недавно у нас гражданин, житель Анадыря, получил за сданный порох определенную сумму денежных средств в районе 50 тысяч рублей. Им было сдано около 200 банок с порохом. В рамках контроля за оборотом оружия и законодательством предусмотрена утилизация гражданского оружия и патронов. За добровольную сдачу оставшихся от родственника ружья или боеприпасов можно получить деньги. К примеру, за 100 граммов пороха заплатят 100 рублей. Единицы огнестрела оплачиваются гораздо выше. В Росгвардии напомнили, что хранить незарегистрированное оружие, патроны и взрывчатые вещества уголовно наказуемо. Это не первый и не самый большой объем сданного правоохранительным органом пороха на Чукотке. В 2004-м северянин нашел полтонны взрывчатого вещества на месте дислоцирования бывшей военной части. Тогда он получил 800 тысяч рублей. Владимир Сироткин, Александр Кузьминов, Вести Чукотка.